Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов, азбука Вера, буква Ф. Что? Фундаментализм. Наверное, если бы я жил 100 лет назад, 150 лет назад, я бы вообще даже не знал, что такое фундаментализм, слово новое. Я бы говорил тоже на букву Ф. Фанатизм. Но это всё-таки разные вещи. А может быть, на Р. Реакционер. Но реакционер – это то, что фундаментализм в религии только в светской, в секулярной жизни. И всё-таки это немножечко разные вещи. Реакционер – человек по самому определению, который реагирует на какие-то новые движения, на реформы, на новые веяния, призывом уйти в прошлое. То есть тут слово «реакция» имеет двойное значение. Реакция как реагирование и реакция как уход в прошлое. Реактивация. Отмена активации. Есть такой вот оттенок. Что до слова «фундаментализм»? Оно появилось вместе с явлением, которое обозначает уже после Второй мировой войны ведьма, надо говорить об этом. И, пожалуй, в 60-е годы, 1960-е годы, которые для Европы и в каком-то смысле для всего человечества были очень важны, потому что одновременно произошло два процесса. С одной стороны, 60-е годы, даже в России, где это была пусть небольшая, но всё-таки хрущевская оттепль, а в Европе это знаменитые молодёжные бунты, особенно в 68-й год во Франции с лозунгом «Запрещено запрещать». И это знаменитый фестиваль «Удсток» в Америке. То есть это новые поколения, 18-20-22 лет, входя в жизнь, требовало больше свободы, как можно больше свободы, выступало против войны, против обязательного призыва и так далее. За свободную любовь, кстати, тоже. И противоположное этому движение – движение фундаменталистов. В чём различие? Реакционеры, например, они всегда апеллировали к государству, потому что в их времена, в XIX веке, в начале XX, религия и государство были сращены. В большинстве стран Европы были государственные религии. И реакционеры взывали к авторитету и силе насилия государственного, к полиции, чтобы те подавили, растоптали, ликвидировали. А может быть, самое гениальное словечко придумал Константин Победоносцев, великий реакционер конца XIX столетия, оберпрокурор Синода, который говорил, что Россию нужно подморозить, потому что людишки, извините, я цитирую оберпрокурора, поизговенились. Значит, давайте как, вот зимой-то что с отхожим местом происходит? Оно подмораживается, потом оттепель, ну тогда не надо допускать оттепель, чтобы нанеслась всякое вонище по улицам. Ну солнце-то освещает, греет, как сказано в Евангелии, солнце посылает свет и тепло, и дождь Господь посылает на всех. И тут сколько ни подмораживай, а солнце тоно. Так вот фундаментализм. Почему это не реакционерство? Потому что в 60-е годы и позднее уже религия в абсолютном большинстве европейских стран, стран западного мира, была отделена от государства, были упразднены законы против богохульства и кощунства, которые действовали, ну в некоторых странах еще в 90-е годы, но это была мертвая буква. Мертвая, как в Англии, где еще на фильм Монти Пайтона «Житие Брайана» подавали в суд, как на кощунственный, но суд тянулся, тянулся и кончился ничем, а там и закон отменили. Государство не удел, значит, остается взвывать к обществу. Вот тут уже реакция меняется фундаментализмом. Фундаментализм – это общественное движение, а не общественно-государственное. В каком-то смысле это движение бессильных государственных державнических деятелей. И часто это государственные чиновники, но они себе немножко грызут, локти кусают, потому что закона больше нету, который бы разрешил жирафа туда, гуся сюда, поросенка в третье место, куда Макар телят не гонял. Фундаменталист призывает защищать фундаментальные ценности. Проблема в том, что существуют ли фундаментальные ценности? Да, конечно, конечно, безусловно. Проблема в том, что если это фундаментальные ценности, а не общие. Жизнь – фундаментальные ценности? Да, да. Но фундаменталист не призывает к отмене всяческих войн и военных министерств. Он не разделяет лозунга хиппи – делайте не войну, а венки. Фундаментализм очень даже за войну, потому что защита беззащитных и справедливая война – это фундаментальные ценности. То есть его фундаментальные ценности отнюдь не общечеловеческие, а не для него фундаментальные. Это фундамент его дома, на котором он строит. Сам образ, взятый из Евангелия, хотя я думаю, что и Господь Иисус, когда использовал этот образ, уже брал его из древнего такого запаса. Образ дома на скале или на песке. И Иисус говорит, я – скала, кто строит на мне, того дома стоит перед наводнением. Надо видеть святую землю весна, вот я видел. Она изрыта так называемыми вадью, ущельями. Причем воды-то там нету, но по весне высочайший паводок. И образуются мощные потоки, которые ворочают многотонные глыбы. Эти глыбы и прорывают вот такие вот пропасти земные. Но это не пропасти в нашем смысле слова, это скорее исполинские враги посреди пустыни, как морщины. Вот там и жили многие святые отцы 4-5 веков. И это вот неделю-другую побурлит и исчезнет. Но за несколько тысячелетий это высокие, ущелье там метров, где я был, там 20-25 примерно метров. Так идешь по узкому краю довольно боязно, но идешь, подойдется тропинка узкая. Перед тобой женщина идет, ты же не можешь сдрейфить. И вот в этих условиях, если строишь дом на песке, его снесет просто вот за секунду, таким вот мгновенным наводнением. А если на скале, дом уцелеет. Ну вот так и живем. Проблема в другом. И это сознание алармистское, тревожное, которое кажется, что жизнь стоит на песке. И поэтому хочет оборониться от всего. Желает ли она найти скалу? Да скала-то у нас есть. Наша скала Бог, наша скала Господь Иисус Христос. Наша скала Дух Святой, Дух Божий. Если Бог с нами, то какой еще сливой поток нас снесет? Никакой. Устоим. Но это Бог. А не армия, не государство, не инквизиция и так далее. И не дисциплина, не ответственность. Бог. А к тому же, вы знаете, все-таки более верный образ церкви, как корабля посреди моря. Вот как в Евангелии. Ученики на лодке, ну это большая лодка, там метр пятнадцать, буря, и к ним идет Господень. Вот он спит, а не его будет. Говорит, ну вы что? Ну, буря, дайте поспать-то. Ну, все-таки ладно. Утиханец, говорит он, буря, она прекращается. Мы чего хотим, чтобы у нас лодка стояла над твердым скальным берегом или плыла? Она должна плыть. Море житейское. Плывем, как он оплыл, как апостол Павел плыл. Может потерпеть и кораблекрушение церкви. Ну, посидим, а потом на новом корабле отправимся. Ничего, может быть, не мы, а наши дети. Но не надо бояться, потому что с нами Бог. Разумейте народы и покоряйтесь, и вы с нами Бог. Так что оказывается, что фундаментализм страдает просто недостатком веры и надежды. Это, кстати, и любви. Фундаментализм не то чтобы человек, и ненавистническое явление, но суровое, угрюмое. И любит только своих. Конечно, прогрессисты, нормальные верующие, мы часто хуже фундаменталистов во многом. Они к тому же еще, в общем, изрядные обряды веры не соблюдают обряды. И эти меня все время устыжают, потому что я бы тоже хотел молиться пять часов в день. Они говорят, что они молятся пять часов в день. Я не решаюсь такое сказать. Что же тогда делать? Как бы взять все лучшее фундаменталистов и соединить с лучшим в тех, в том движении, который призывает, прежде всего, надеяться на Бога. И черпать силу не в организационных структурах, которые будут тормозить, распределять порог на равновесие и так далее. Мы не поросята в доме, который должен быть вот обязательно такой, на свайном основании. Мы в объятиях Христа. Мы у Христа за пазушкой. Чудное русское выражение. Пазушка – это вот рубашка. Ну, раньше они были как косоворотки, без вот, ну, как, собственно, вот подвязь, перепояс. Но вот это вот и есть пазуха. Туда и добивали там, что носить. У Христа за пазухой. Это не фундамент, это Христос. Так что без фундаментализма можно обойтись, как и без реформизма, без прогрессизма. Это другой вопрос. Но если есть фундаментализм, он первичен. Он первичен. Первичен, вот то самое фарисейство, ханжество, оно порождает инквизицию, средневековый союз, царство, царство, царство. И в борьбе с этим злом приходится быть прогрессистом. Хотя что бы я хотел заботиться о прогрессии? Я хочу любить, работать, но если мне говорят, что нет, давай займемся фундаментом. Друзья мои, мы посреди моря, мы на небе, в Царстве Божьем. Какой фундамент? Небо голубой, вот наш фундамент. Дух Святой, вот наша скала. Не мешайте. Присоединяйтесь. Это был, то есть, вместо фундаментализма я предлагаю небесизм. Да. Это был Яков Крутов, Москва. Всего доброго. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...